И Всевышний оставил завет, что каждый из нас должен быть князем своего тела. Князем, то есть хозяином, господином. Да, господином своего тела. Не так, что человек думает, о, в желудке мои хресты захотели мясо, поэтому иду, ем мясо. К сравнению вообще. А что не так? А что в желудке бывает? Не бывает, конечно. А что не бывает хресты? Бывает. Кто не гонит, то бывает. Вы понимаете, по факту сейчас глисты живут почти у всех людей. И, допустим, есть такая штука, как кошачья двуустка, которая вообще почти ничем не выводится. Вы же это знаете, так же? Да. А при том, что еще могут быть черви, которые живут в мозгу, которые живут в сердце, живут в других частях тела. То есть как-то выковерить этих тварей вообще очень тяжело из тела. Они уже изначально при развитии плода туда поселяются, если у матери есть хресты. И уже в телах людей просто себе живут и пируют. Вы же это знаете, наверное, вообще. Конечно. Так что можете отдельно по этой теме реакции. Я знаю, я сейчас пропила программу «Антипаразит». Вот, и это хорошо. Поэтому это сравнение не является смешным. Да, я знаю, что я помню. Листам нравится есть мясо. Причем есть, что мясо такое, которое ест человек, что мясо самого человека. Но мясо самого человека им еще нужно откусывать. А когда он сам кидает туда куски мяса, им это удобнее достаточно. Поэтому как бы... Мясо лучше не есть, да? С мясом чуть позже разберемся. Ситуация в другом. Ситуация в том, что нам дан завет привести все искры. Еще вернемся к тому, что материальный мир был создан из искр. И из вот этих частит Всевышнего. Где часть из них согласилась принять на себя роль активно действующих. Как вот таких князей, условно говоря. А главдержав, можно сказать. А другая часть согласилась принять роль в виде спящей материи. И поэтому мы знаем, что стола этого нет как такового. Есть набор молекул. А молекулы состоят из атомов. А в атомах вообще там пустоты больше, чем самого атома. Атом что такое? Это ядро, как в Солнечной системе. Вокруг которого на далечейших орбитах вращаются электроны. Как подобие планеты. Под этой какой-то плотности, которая нам кажется, ее в реальности нет. Здесь больше пустоты, чем чего-то материального. Разберемся дальше. Ядро атома и те же самые электроны также имеют свое устройство. Что уже доказано научно, когда в коллайдерах сталкивают частицы. Они друг от друга разбиваются. И ученые отслеживают, а что же получилось из их осколков. И вот пришли к выводу, что квант. Вот начальная частица всего это квант. Если разбираться, то дальше кванта. И дальше, дальше, дальше в самой глубине начальная частица всего это искра. Однако, мертвая так называемая материя построена из спящих искр. Из сознаний, таких же изначально, как вы или я, или он, но тех, которые решили заснуть. Поэтому они спят. И из них построена материя. А мы кое-как проснулись, поэтому мы руководим вот этой материей нашим телом. Которая состоит из мириад таких же спящих личностей, как и мы сами. Поэтому наша задача это перед смертью скопировать свой уровень осознанности и с помощью специального огня распространить его на все искры нашего тела. То есть наша задача как раз как князя заботиться о своих подданных.